Здравствуйте, дорогие телезрители и зрители, присутствующие в шоу-руме Казанского Федерального Университета. Сегодняшний наш эфир посвящен старту общего отборочного этапа чемпионата АССК в Казанском Федеральном Университете. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть вам видео, в котором рассказывается, что же такое чемпионат АССК. Привет! Я двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира, член Международного Олимпийского Комитета и председатель АССК России Елена Исинбаева. Сегодня я расскажу, почему тебе обязательно нужно попробовать свои силы в главном событии студенческого массового спорта – чемпионате АССК. Первая причина – в тебе откроются новые страны. Например, победители прошлого сезона совсем недавно побывали в Хорватии на Межуниверситетском чемпионате мира. Там они не просто выступили за Россию, а завоевали медали для нашей страны. И, конечно же, увидели местные достопримечательности, погуляли на побережье Адриатического моря и вообще классно провели время. Вторая причина – ты узнаешь много новых интересных людей. Ежегодно в чемпионате АССК участвует более 35 тысяч человек, а на его суперфинале встречаются 2000 лучших из лучших. В 2019 году финальные испытания прошли в Казани в рамках большого фестиваля «Наш выбор – спорт». Его участники до сих пор под впечатлением. Суперфинал 2020 обещает быть еще лучше. Третья причина – тебе это по силам. Чемпионат АССК организован специально для любителей и новичков. Здесь нет профессиональных спортсменов, так что дерзай. Хочешь знать больше? Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и официальный аккаунт в Инстаграм. Желаем всем классных побед и ярких эмоций. До встречи! В прошлом году внутривузовский этап в Казанском федеральном университете, проводимый студенческим спортивным клубом «Казанский ЕОБАРСА», был представлен в пяти видах спорта. Давайте уже вспомним, как это было, и для этого посмотрим следующее видео. «Казанский ЕОБАРСА» «Казанский ЕОБАРСА» «Казанский ЕОБАРСА» Субтитры создавал DimaTorzok Всем добрый день, дорогие друзья. Мы вас еще раз приветствуем здесь. И у нас не только жеребьевка. Сейчас пройдет чемпионат ССК России, внутривузовский этап по футболу. А также мы сейчас немного расскажем о чемпионате ССК и вообще узнаем, что это такое. Вкратце у нас несколько видов спорта. И по каждому виду спорта могут участвовать команды, независимо от привязки к факультету или к институту. Каждый может собрать команду, какую хочет и вместе со своими друзьями пройти внутривузовский этап, потом дополнительный этап и потом попасть на всероссийский суперфинал. Но сегодня мы конкретно поговорим непосредственно о этапе, который называется, соответственно, мини-футбол среди мужчин в нашем университете. Среди девушек мини-футбол в этом году также впервые был проведен. И уже вчера мы начали наше первое соревнование, первые игры, группового этапа по мини-футболу среди девушек. Вот, кто с кем? Жеребьевка чемпионата ССК по мини-футболу. И сегодня мы как раз таки узнаем, кто в какой группе по мини-футболу среди мужчин будет играть. У нас будет на этом чемпионате 4 группы, в каждой из группы будет по 5 команд. Соответственно, все команды играют в групповом этапе, это будет на протяжении нескольких дней игровых. И из каждой группы выйдет по 2 лучших команды, которые, соответственно, встретятся дальше в уже плей-офф. И в плей-офф дальше определится непосредственно у нас победитель нашего турнира. Ну так вот, соответственно, у нас есть 3 пункта, по которым мы хотим на нашем чемпионате основываться. И это первый пункт – болельщики. Соответственно, мы хотим, чтобы каждая команда, особенно команды, которые привязаны к каким-то институтам, приглашали своих болельщиков, чтобы у нас на трибунах было все красиво, чтобы ребята приходили, поддерживали свои команды, чтобы ребята знали своих спортсменов в лицо. И в первую очередь, чтобы спортсмены и особенно футболисты, которые сейчас видят нашу трансляцию, звали своих друзей, девушек, своих, может быть, родственников из тех, кто живет в Казани, и приглашали за себя повалеть. Второй у нас пункт – это красивая игра. То есть, естественно, мы играем в футбол любительский. Мы хотим, чтобы у наших команд не было ни травм, ни столкновений, ни стычек. Поэтому мы понимаем, что футбол – это игра контактная, но очень хотим, чтобы все прошло в замечательной дружеской атмосфере. Третий пункт – это, конечно, медийность. Мы знаем, что у каждого института в плане спорта и также у нас, у студенческого спортивного клуба, есть сообщество ВКонтакте, посвященное спорту, есть сообщество институтов, есть странички и профили в Инстаграм. И мы хотим, чтобы, если вы знаете, что ваши спортсмены принимают участие в чемпионате ССК, не только по мини-футболу, но и по другим видам спорта, самое главное, чтобы вы о них рассказывали. Тут, в пример, можно привести совершенно недавно в спортивном паблике Института социально-философских наук и массовых коммуникаций в спортивной группе были посты о девушках, которые участвуют в мини-футболе. И в других тоже институтах это выкладывают. И мы хотим, чтобы вы тоже нас в этом, соответственно, поддерживали. Итак, самые основные правила, которые у нас будут на турнире, о которых мы говорили, это, соответственно, два тайма по 12 минут, бьем пятый фолл, и, соответственно, карточки сгорают уже непосредственно перед только финальными играми. И мы переходим сейчас непосредственно к жеребьевке. Соответственно, у нас четыре группы, как мы сказали, они называются А, Б, С и Д. И сейчас у нас, соответственно, здесь есть две корзины. В одной корзине у нас название команд, в другой, соответственно, корзине у нас буква и цифра группы. И мы будем, соответственно, вытягивать и узнавать, кто в какой непосредственной группе примет участие. Ну а для жеребьевки мы пригласим начальника отдела физкультурно-массовой спортивной работы КФУ Алексея Николаевича Ливанова. Ну, уважаемые спортторги, уважаемые студенты нашего университета, еще раз хотел поприветствовать вас. Еще раз хотел бы пригласить для участия в чемпионате. Это яркое событие для вас. Мы постараемся сделать данный чемпионат очень интересным, запоминающим. И, соответственно, надеемся, что в честной борьбе победит сильнейших. Ну, думаю, можно перейти к жеребьевке и узнать соперников соревнований по мини-футболу среди мужских команд. Да, как уже было сказано, у нас 20 команд-участниц. И многие из них имеют в своих списках довольно известные у нас фамилии среди футболистов. И о некоторых командах, о которых мы знаем, мы будем сразу сообщать. И первая команда, которую мы, естественно, вытягиваем, это команда IFMK. Куда же попадет команда IFMK, мы сейчас узнаем. Группа D1. Таким образом, IFMK у нас попадает в группу D1, и первый участник группы D1 у нас известен. Я думаю, наверное, давай сделаем наоборот. Сначала я буду группу вытягивать, а затем уже команду. Да, давайте так поступим. Вторая команда у нас попадет в группу C2. Сейчас мы узнаем, кто попадет в группу C2. То есть с FMK на групповом этапе они явно не пресекутся. Это команда IMO-Yav. Для тех, кто не знаком с английским языком, это IMO, молодые, или молодые IMO. Ну, в общем, IMO-Yav у нас отправляется в группу C2. Следующая команда у нас попадает в группу A3. Итак, кто же будет у нас в группе A3? Команда Inter. Да, мы проверяли, Роману Лукаку там не играет, но команда, тем не менее, называется Inter. Следующая команда у нас попадает в группу C4. В данной группе уже есть одна команда. Итак, в C4, инженеры. Могу предположить, что это инженерный институт и, надеюсь, не ошибаюсь. Следующая команда попадает у нас в группу B3. В группу эту попадает команда Somnion. Для тех, для кого интересно представители именно этой команды, вы можете зайти на официальный сайт чемпионата ССК. Все представители команды там должны были зарегистрироваться. Вы можете узнать именно состав этой команды. Следующая команда у нас также попадает в группу B2. Мы сейчас узнаем, кто станет одним из соперников команды Somnion. И это команда, которая называется KFU. В этой команде точно играют одни из сильнейших наших футболистов, например, Денис Давыдов. И посмотрим, сможет ли Денис в этом году выйти со своей командой из группы или не сможет. Но я думаю, Somnion это серьезный соперник для команды KFU. Следующая команда у нас также попадает в группу B1. Да, Денис, кстати, у нас в зале. Видим, как у него трясутся руки. И он хочет самых удобных соперников для своей команды. И в эту группу попадают хоккеисты. Надеюсь, они не перепутали вид спорта. Но хоккеисты отправляются у нас также в группу KFU и команде Somnion. Следующая команда у нас попадает в группу D3. Итак, насколько помню, в Де у нас ИФМК. И с ИФМК точно сыграет команда INEP. Институт экологии природопользования. Следующая команда у нас попадает в группу A1. Итак, сейчас мы посмотрим, кто же у нас. И команда GeoTeam отправляется в группу A. Опять же, можем предположить, что это студенты Института геологии и нефтегазовых технологий. Возможно, и нет, но вряд ли это инженеры. Следующая команда также попадает в группу A. Также команда решила назваться на английском языке. И она называется AC Kazan. Соответственно, и они отправляются также в компанию к Интеру и Геотиму. Напоминаем, что многие из матчей у нас будут идти в прямом эфире. И вы можете эти баталии посмотреть не только на трибунах, но и также в нашем сообществе. Следующая команда попадает в группу B5. В группе B у нас уже известно. Три команды и команда МИГ-27 отправляется в эту группу. Но по реакции мы чувствуем, что представители этой команды находятся у нас в зале. Денис Давыдов улыбается при всем при этом. И значит, соперник для него удобный. Следующий командор C5. Итак, группу C у нас отправится химически. Химики, как и инженеры, предпочли не указывать институт, но химически отправляются у нас, тем не менее, в группу как раз-таки к инженерам и к молодым имошникам. Следующая команда отправляется в группу D. D4. И в группе D у нас сыграет команда Young Boys. Также решили называться на английском. И для тех, кто с языком не знаком, это приводится как молодые парни, молодые мальчики. Но вот эти ребята отправляются у нас в группу D. Следующая команда отправляется в группу B. B4. И сейчас мы узнаем полностью состав группы B. И туда отправляется команда Veritas. Насколько я знаю, команда Veritas — это тоже команда института международных отношений. И они отправляются в гости к КФУ хоккеистам, Самонион и МИГ-27. Интересная группа получается. И совсем скоро, уже 16 февраля, мы увидим первые игры и узнаем, кто там фаворит, а кто аутсайдер данной группы. Следующая команда попадает в группу C. C3. И в C3 у нас отправляется команда с интересным названием ЧБД. Не могу расшифровать эту аббревиатуру, но, наверное, она значит что-то высокоинтеллектуальное или что-то связанное с футболом. Да, ЧБД у нас в группе C. И там тоже одно место осталось для какой-то команды. Как раз мы сейчас узнаем. Да, C1. И МФК ЛИС. Это основная команда Института международных отношений. Один из футболистов этой команды буквально держит бумажку в своих руках. У нас в группе C также определились все участники. Довольно интересная группа нарисовалась. И сразу две команды Института международных отношений в этой группе будут играть между собой. Следующая команда идет в группу А. А2. ИФ. Институт физики. У нас осталось по три киндера. По три команды. Следующая команда попадает в группу D. D2. А мы напоминаем, что при том, когда мы доставали эти киндеры, ни один ребенок не пострадал. И команда Турбион отправляется в эту группу. Ну и у нас остается всего две команды. Предпоследняя команда у нас попадает в группу А4. И эта команда. И да, киндеры не нагреты. Мы не знаем, кто в какую группу попадет. Никаких подстав у нас нет. Все по-честному. Блэк Булл, черный бык. Ну и давайте проверим. У нас остается всего одна команда и одно место в группе. Это в группе D, D5. И туда у нас попадает команда ИФ2. Институт физики номер 2. Итак, давайте сейчас мы посмотрим еще раз на все наши группы. Начиная с группы А. Итак, группе А у нас играет. Да, сейчас нам покажут группу А. Да, в группе А играет команда Геотим. Вторая команда Институт физики. Третья команда Интер. Четвертая команда Блэк Булл. Пятая команда Эйси Казан. В группе Б у нас играют хоккеисты. КФУ, Самонион, Веритас и МИГ-27. В группе С у нас играют команды МФК ЛИС, ИМО-ЯВ, ЧБД, Инженеры и Химический. И в группе D у нас играют и ФМК, Турбион, ИНЭП, Янг Бойс и Институт физики номер 2. Расписание игр, встреч, о том, когда можно будет поддержать свою команду, прийти поболеть или в первую очередь поиграть для футболистов, вы, конечно же, увидите в нашем сообществе ССК КФУ Казанский Барс и также в нашем профиле в Инстаграме. Следите за развитием событий, смотрите наши прямые трансляции с игр. Постоянно можете также наблюдать за нашими постами, за интервью с игроками. Все самое-самое интересное у нас в сообществе. И уже 16 февраля в первом зале КСК КФУ Уникс мы начнем наш турнир. Мы всех ждем. Приходите и любите футбол. Ну и в завершение, наверное, пару слов еще скажу, уважаемые студенты. То, что сейчас произошло, это частичка того, что мы планируем провести. Частичка чемпионата ССК 2019-2020. Кроме мини-футбола еще раз хотел напомнить, Никита об этом забыл сказать. У нас также пройдут соревнования основного отборочного этапа по настольному теннису, шахматам, волейболу мужскому и женскому, стритболу мужскому и женскому. И в этом году наш университет подключается к проведению промо-турниров мини-футбола. Как уже было сказано, среди женских команд у нас стартовал вчера. Следующим промо-турниром для нас, для всех станет соревнования по подбентону. И, наверное, одно из интереснейших видов – это соревнования по легкой атлетике. Это эстафета. Всем огромное спасибо. Ждем на спортивных площадках. Ждем вас с победами. И, как говорится, пусть победители сильнейшие. Диана. Что же, жеребьевка завершена. Всем огромное спасибо. Ну а за 7 днями чемпионата ты можешь видеть вместе с телеканалом «Универ ТВ» в нашем паблике ВКонтакте. Там будут проходить прямые трансляции почти каждого матча. Ну и каждую неделю в программе «Неделя спорта» ты увидишь итоговые сюжеты наших корреспондентов о ходе чемпионата. Меня зовут Диана Латышева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин